Госпожа посол, я прежде всего хотел поблагодарить вас за ту работу, которую вы привели за столь короткий промежуток времени пребывания послом в дружественном Индии в Беларуси. Я посмотрел, товарооборот наш за 20 лет вырос в 10 раз. Чуть больше полумиллиарда долларов – это, конечно, прилично, но недостаточно для наших возможностей. Мы можем больше, и вы это лучше меня знаете. Мне бы очень хотелось, чтобы человек, который приедет сюда после вас, приехал с таким желанием сюда наладить добрые и продуктивные отношения с Беларусью, чтобы он продвинул все те замыслы, которые были у вас в отношениях между Беларусью и Индией. А начинаний немало, да и сделано немало. Вы знаете, мне кажется, что мы уже в течение нашего сотрудничества за последние даже, может, два десятилетия не только поняли, но и изучили возможности Индии и Беларуси. Наверное, настало время, когда мы должны перейти к тому этапу отношений, когда надо заключать конкретные договоры и контракты и идти вперед в нашем сотрудничестве. Я полагаю, что нужен некий толчок, нужен какой-то стимул для того, чтобы мы начали практически реализовывать наши замыслы. Думаю, что хорошим бы был таким стимулом развития наших отношений. Визит на Рен-Ремоди в Беларусь. Я его очень хорошо знаю, очень хорошо знакомый. Можно сказать, даже в какой-то степени дружны. Поддерживаем друг друга. И мне кажется, что ему надо было бы уже побывать в Беларуси. И его официальный визит, мы его примем достойно, стал бы таким триггером в отношениях между нашими странами по всем направлениям. Госпожа посол, думаю, пришло то время, когда нам надо свои возможности и желания объединить и сделать несколько шагов к тесному сотрудничеству. Господин президент, позвольте от всего сердца поблагодарить вас за возможность встретиться с вами сегодня. Для меня это большая честь. Я хорошо знаю, что не все послы удостаиваются аудиенции с вами. Слушайте, у нас с вами такие добрые отношения с советских времен. И вы крупнейшая страна в мире. Ну и не только вы, наши друзья. Как я мог не принять вас? Большое спасибо, господин президент. Я полностью согласна и разделяю вашу позицию по всем аспектам двусторонних отношений, которые вы упомянули. Действительно, мы многого достигли. За три года моей каденции здесь мы существенно нарастили торговлю. Беларусь нарастила свое присутствие в Индии. И стоит отметить, как я уже упоминала господину министру, активизацию сотрудничества между частными секторами Индии и Беларуси. Возможно, может показаться нескромным, но хотел бы отдельно отметить достижение по линии сотрудничества между компанией БелАЗ и Кол Индия, заключенную сделку. Я помню времена, когда господин Мясникович задавал мне вопрос, почему Индия не закупает беларускую технику. И здесь я могу нескромно заметить, что я действительно старалась, и сегодня мы имеем результат. И, конечно же, не стоит забывать, что сегодня Беларусь широко представлена в Индии на рынке нефтепродуктов, сельского хозяйства и, конечно же, в сфере IT-технологий, в которой беларусы, безусловно, хороши.